В эфире итоговая информационная программа «Неделя города». В этом выпуске мы познакомим вас с наиболее актуальными и интересными событиями этой недели. В студии Алена Куколева. Здравствуйте. И вначале коротко о главном. Рязань – столица ВДВ. 97 лет исполнилась десантному училищу. И постоянная рубрика «Центральный банк лишает лицензии». На этот раз свои двери для рязанских вкладчиков закрыл русло в банк. Приют для опьяневших. Как работают рязанские вытрезвители. На лице написано, что может сказать физиогномист первому встречному. 97 лет исполнилось Рязанскому высшему воздушно-десантному командному училищу. В пятницу 13 ноября поздравить руководство преподавателей и курсантов училища приехал командующий ВДВ Владимир Шаманов. Недавнее реформирование Вооруженных сил России коснулось и Рязанского воздушно-десантного училища. Сохранить его в прежнем виде удалось во многом благодаря усилиям и авторитету командующего ВДВ генерал-полковника Героя России Владимира Шаманова. После приезда в Рязанское военное десантное училище министр обороны России Сергей Шойгу на модернизацию учебно-материальной базы из бюджета страны было выделено больше 10 миллиардов рублей. Восстановлена численность курсантского набора. Из Новосибирска в Рязань вернулся факультет специального назначения. И теперь опять специалистов для спецназа, ФСБ, ФСО и ГРУ стали готовить в десантном училище. Сегодня на торжественном построении, обращаясь к курсантам, офицерам и преподавателям училища, Владимир Шаманов доложил о том, что Верховный Главнокомандующий высоко оценил качество подготовки десантников по результатам боевой учебы 2015 года. Спецназы ФСБ, ФСО, внешней разведки готовятся в стенах этого прославленного учебного заведения. С одной стороны это доверие, с другой это высокая ответственность, которая ложится на плечи прежде всего профессорско-преподавательского состава. По словам командующего, Воздушно-десантные войска России сегодня готовы к БМВО применению в любой точке мира. Десантники умело выполняют задачи, придерживаясь главного лозунга «Никто кроме нас». Это в первую очередь честь каждого мужчины защищать родину, защищать своих близких. И особая гордость мне выпала, что я именно в Воздушно-десантных войсках служу, потому что это элита вооруженных сил Российской Федерации и является гордостью Российской Федерации. Во вторник состоялось расширенное заседание регионального правительства. На нем губернатор Олег Ковалев поднял вопрос, касающийся закона о запрете реализации алкогольной продукции предприятиями общепита, которые осуществляют свою деятельность в жилых домах. Я прошу руководителей и регионального Минэкономразвития, и руководства администрации областного центра, правоохранительных надзорных органов, довести эту работу до конца, то есть осуществлять постоянный контроль, мониторинг о том, чем занимаются, как работают те заведения, которые не закрыты. При этом обязательно реагировать на обращения граждан, которые могут поступать на жалобы, и реакция должна быть адекватной, с тем, чтобы соблюдались все установленные правила и нормы, которые предусмотрены региональным и федеральным законодательством по торговле алкоголем. И в продолжение алкогольной темы. Около месяца назад комиссия Мосгордумы по охране общественного здоровья внесла в столичный парламент предложение запретить продажу алкогольной продукции по пятницам. Роспотребнадзор эту инициативу поддержал. Идея простая – постепенно искоренить традиционные застолья в конце рабочей недели. Но не получится ли так, что это потребует введения трезвого четверга? Мы решили, что лучше всего на этот вопрос ответит рязанском медвотрезвителе. Снаружи красноречивая табличка, внутри доброжелательные сотрудники в палате «Тихий час». Прямо как в детском саду проснулся один на ногах все остальные. Только этих пустышкой не успокоить. Некоторые бывают буйные. К ним применяем мягкие фиксирующие повязки. С такой работой и календарь не нужен. Чем ближе к выходным, тем больше подопечных. А кроме Нового года, 8 марта и еще пары-тройки общеизвестных праздников, есть у поступающих свои даты. Пенсионный контингент. Мы уже знаем, что ага, начали пенсию давать. И несмотря на условия, каждый поступивший уверен, на скамейке или под кустом ему будет лучше. Лежат они по мере в отразлении, 3-4 часа. Но если, допустим, приезжают к нам в 9 часов вечера, привезли, ну мы, конечно, ночью их никуда не отсылаем. Это вот у нас комната дежурных санитаров. Сижу, смотрю на монитор. Встает, лезет вот к этому, целует его. Ну, быстрее оттаскивать. А курьезный случай тоже. Ну, это давно было. Вот с этой койки подходит. Сосед говорит, подвиньте к нему, значит, вододеяльце. И еле оторвали тоже. Вот какие у нас попадаются клиенты. Санитары лучше любого эксперта поймут, когда клиент дозрел и готов освежиться. Самое время спросить, что думают сотрудники медвотрезвителя о введении трезвых пятниц. Я не знаю вам даже, что ответить, но я думаю, пятница не поможет. Терпение медперсоналу не занимать. Попробуй, уговори пьяного в дрова дебошира раздеться до трусов, отдать все украшения, чтобы случайно не поранился, и лечь баеньки. Кстати, по словам санитаров, лучше целая палата мужчин, чем одна веселенькая дама. Лаской, добром, добрым словом. Вот у вас будет сейчас возможность посмотреть, как мы работаем. Но об этом и не только. Смотрите наш специальный репортаж в следующий четверг в программе «Вызов принят». Будет интересно. Центральный банк отозвал лицензии на этой неделе у четырех банков страны. В частности, возможности обслуживать население лишился Руславбанк. В Рязани работали два офиса на Первомайском проспекте, а также на улице Есенина. Право на осуществление деятельности учреждения лишилось в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Причиной отзыва лицензии стало введение банкам высокорискованной кредитной политики и участие в сомнительных транзитных операциях. Банк входит в систему страхования вкладов. В связи с этим вкладчики, в том числе индивидуальные предприниматели, смогут вернуть средства, но не более 1 миллиона 400 тысяч рублей на одного вкладчика. Депутаты областной думы приступают к рассмотрению бюджета 2016 года. В четверг проект основного финансового документа региона торжественно передали в думу из областного правительства. Церемония традиционная, однако в этот раз депутаты получили только одну папку. Из-за непростой экономической ситуации решено разрабатывать проект всего на один год, а не на три, как было раньше. Бюджет 2016 года ожидается сложным. В то же время впервые за последнее время сформирован полностью бездефицитный бюджет, когда расходы равны доходам. Дело в том, что сегодня коммерческие заимствования очень дорогие, мы не можем позволить себе привлекать кредиты для того, чтобы финансировать расходы бюджета. Ну и кроме того, это приведет к стабилизации государственного долга и снижению его относительных показателей по сравнению с собственными доходами. Принятию бюджета будут предшествовать работы над основными финансовыми документами области в комитетах облдумы. Также пройдут публичные слушания по бюджету. Несмотря на большой объем предстоящей работы, депутаты намерены рассмотреть бюджет максимально оперативно. Планируется, что к 25 декабря текущего года главный финансовый документ региона будет принят во втором и окончательном чтении. Ежегодно 10 ноября профессиональный праздник отмечают сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации. Сотрудники полиции сегодня успешно решают повседневные задачи по защите государства и общества от преступных посягательств. В течение многих лет в этот день проходит множество торжественных и памятных мероприятий, когда не только чествуют лучших сотрудников, но и поздравляют ветеранов ОВД и чтят память погибших при исполнении служебного долга. В нашем городе также прошли торжества в честь людей от важной профессии. День сотрудников ОВД традиционно отмечается 10 ноября. В этот день друзья, близкие и вся страна поздравляет доблестных стражей правопорядка и вспоминает о тех, кого уже рядом нет. На прошлой неделе в Касимове в торжественной обстановке был открыт памятник погибшим сотрудникам органов внутренних дел. Символично, что церемония открытия памятника состоялась в день памяти погибших при исполнении служебных обязанностей. На монументе высечены имена касимовских сотрудников ОВД, погибших при выполнении служебного долга. Сомневаться в том, что служба в полиции подчас требует проявления героизма, не приходится. Так, 3 ноября младший сержант полиции Владислав Трубилов спас утопающего мужчину. Полицейские заметили, что тревожные крики доносились в плавучей пристани на берегу Оки. Спустившись к ней, стражи порядка заметили в реке человека, который тщетно пытался удержаться над водой. Мы увидели на том самом месте человека. Мы быстро побежали к нему. Пару минут он держался на воде, потом уже, так как на нем была одежда, силы уже закончились у него. Позже выяснилось, что 29-летний житель Касимова перед тем, как оказаться в реке, изрядно напился. Если бы не оперативная помощь, то ситуация могла бы закончиться трагически. Одежда, намокнув в ледяной воде, быстро сковала движение мужчины и утягивала его на дно. На берег бедолагу вытащили совсем обессилевшего. После помощи врачей здоровью пострадавшего ничего не угрожает. За самоотверженные действия по спасению утопающего руководства Касимовского отдела МВД России представила младшего сержанта полиции Владислава Трубилова поощрению. Никакого чувства страха не было. Было такое чувство такое. Человеку оказать первую помощь. Полицейские ежедневно ведут самоотверженную борьбу с преступностью, коррупцией, террористической опасностью. С честью выполняют служебный долг, проявляя при этом героизм и мужество. Каждый из них стремится сделать все возможное для того, чтобы надежно хранить общественный порядок. И спокойствие на улицах. Укрепить уверенность жителей в том, что и они сами, и их семьи защищены от преступников. В Рязани на мосту через АКУ установили гибкие разделительные столбики. Ограждение тянется по всей длине моста и разделяет встречные транспортные потоки. Таким образом, на одной из самых аварийных дорог областного центра в ближайшее время решен вопрос о безопасности транспортного потока. Не секрет, что немало автоаварий происходит на выезде из города с целью обеспечения максимальной безопасности автомобилистов. На мосту через АКУ установили гибкие разделительные столбики. Дорожные работы начались в среду, 11 ноября. Ограждение тянется по всей длине моста и разделяет встречные транспортные потоки. Кроме того, столбики имеют светоотражающие полоски. В сентябре в районе Шумыша открыли транспортную развязку и установили отбойники. Так что принятие таких мер было необходимостью. Несмотря на то, что на улице далеко не лето, велосипедисты по-прежнему являются активными участниками дорожного движения. Их, к сожалению, зачастую являются как причиной, так и жертвой ДТП. О проблемах взаимоотношения автомобилистов и велосипедистов в следующем сюжете. Не секрет, что велосипедисты являются полноценными участниками дорожного движения. О чем большинство водителей забывают. Из-за чего нередко происходят аварии, в которых автомобилисты скрываются с места происшествия. В такую же ситуацию попал и велосипедист со стажем Михаил Ванишев. 4 числа в праздник я ехал на велосипеде кататься салочи по лесам. Обычно я чаще катаюсь по лесам, по полям. Но там, сами понимаете, промежуток дорога, которую надо проехать, чтобы попасть в другую сторону, через окку. И просто ехал, и у меня сильный-сильный удар в плечо. Я был не один. Потом уже узнал, что меня сбила брызовая газель, которая скрылась с места происшествия. В результате аварии у Михаила раздроблена лопатка. В момент ДТП с Михаилом ехали его друзья, что помогло избежать плачевного исхода событий. В настоящий момент в отношении водителя возбуждено уголовное дело, так как он скрылся с места происшествия. В соответствии с действующим законодательством, согласно части 2 статьи 227 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации, оставление водителем в нарушении правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он является, влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 года до 1,5 лет или административный арест на срок до 15 суток. Решение по данной статье принимает мировой судья. В избежание таких ситуаций на дороге сотрудники ГИБДД советуют водителям быть более бдительными, а велосипедистам иметь на одежде светоотражающие элементы, чтобы их было легче заметить на дороге и избежать ДТП. Из-за короткого светового дня вновь возникают вопросы к качеству городского освещения. Несмотря на все проверки и обещания исправить ситуацию, выходя на улицу, горожанам по-прежнему приходится всматриваться в практически кромешную тьму. 5 ноября активисты Овчероссийского народного фронта, проверяя качество рязанских дорог, отдельно отметили низкое качество освещения городских улиц. Светодиодные светильники работают слабо, и передвигаться в темное время суток по городу некомфортно и опасно. После того, как в 2014 году на 26 улицах обновили фонари, Рязань фактически погрузилась восьму. Новые лампы едва светят, а старые, которые хорошо освещали территорию, уже убраны. И теперь вместо привычного мягкого желтого сияния многие рязанцы до сих пор привыкают к чересчур резкому бьющему по глазам белому. Каждый день у нас и от пешеходов, и от водителей поступает жалоба на то, что выигрыши, наверное, казалось-то организации, которая получила данный заказ, кредит на изготовление вот этих светильников светодиодных. Но для многих город погрузился в потемки. В данном случае очень много жалоб с улицы Коломенской, Комбайновой, Косточево, Крупской. В данном случае хоть частично освещается дорога, а тротуар стал полностью темный. Много жалоб от мам, которые забирают своих ребятишек из детского сада, из яслей. Они говорят, если раньше могли их за руку везти, сейчас практически невозможно, потому что у нас тротуары не в идеальном состоянии. И то, что они стали темные, дети у нас падают. Поэтому мы начинаем их на руках носить. В августе это недовольство подтвердило проверка регионального министерства внутренних дел и прокуратуры. При измерении яркостных характеристик наружного освещения улиц были выявлены несоответствия новых светильников параметрам, определяемым ГОСТом. Все установленные светодиодные лампы не соответствовали характеристикам, заявленным в техническом паспорте на эти изделия. Все это и привело к плохому освещению в ночное время и увеличению аварийности на дорогах. Ущерб, по мнению прокуратуры, в результате установки некачественных светильников составил более 10 миллионов рублей. Все материалы проверки направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело. Ну а пока суд до дела. Рязань продолжает большую часть времени суток пребывать во тьме. Осень – традиционное время возникновения простудных заболеваний. Уже через несколько недель специалисты ожидают начала эпидемии гриппа. По традиции в группе высокого риска в первую очередь дети. По прогнозам экспертов, эпидемия гриппа в этом году начнется позже обычного. В декабре-январе и по предварительным прогнозам будет не такой сильной, как раньше. Связано это с тем, что новых агрессивных мутаций вируса не ожидается. Тем не менее, защищать себя и своих детей от этой болезни необходимо уже сейчас. Во-первых, это мероприятие направлено на повышение сопротивления детского организма, а также мероприятие, которое способствует предотвращению контакта пациента с вирусной агрессией. Регулярные проветривания помещений, в том числе и сквозные проветривания помещений, очень важны. Не нужно забывать про маску. Да, конечно, маска не спасает от проникновения вируса, но маску нужно одевать больному человеку, чтобы уменьшить количество вируса, которые человек выбрасывает в окружающую среду. Не нужно забывать и о натуральных препаратах, таких как чеснок, развешивание бусинок чеснока, мешочков с мелко нарезанным чесноком возле кроватки в помещении, также значительно уменьшает вероятность заболевания постно-респираторно-вирусной инфекцией. Болеют острыми респираторными инфекциями дети всех возрастных групп. А способствует этому то, что легко заразиться может каждый человек, потому что передаются ОРЗ и ОРВИ воздушно-капельным и контактным бытовым путем. Приостановить эпидемию, считают медики, поможет карантин. Ну а пока эпидемия еще не достигла своего пика, поможет профилактика и вакцинация. Грипп – это серьезное инфекционное заболевание, имеющее подчас тяжелое осложнение. Поэтому всегда нужно относиться серьезно к этому заболеванию, не заниматься самолечением, вовремя обращаться к врачу, понимать, что наличие осложнений наиболее вероятны у детей маленького возраста и у пожилых. Грипп имеет сезонный характер, в пандемии чаще всего наблюдаются весенние и осенние периоды. Не следует не забывать, что в это время обычно у человека ослаблен иммунитет, и поэтому нужно заранее думать о том, чтобы встретить эту инфекцию во всеоружии. Имеет большое значение сезонная вакцинация от гриппа, которую обычно советуют проводить за три недели до начала эпидемии. Итак, грипп – вирусное заболевание, и лечить его нужно препаратами, воздействующими непосредственно на вирус. Многие, по словам инфекции, понимают нечто абстрактное – зараза всякая. Но заболевания, вызванные вирусами или бактериями, имеют различие, и лечить их нужно разными препаратами. Антибиотики могут назначаться для лечения только бактериальных инфекций. Их нет смысла давать в первые дни гриппа или ОРЗ, так как антибиотик на вирус не действует. Старым книгам и журналам, использованным тетрадям, коробкам и оберткам можно дать новую жизнь. Ведь если вторсырье тщательно собрать и профессионально переработать, то можно спасти целые леса и сохранить уникальные породы деревьев. 11 ноября в Рязани прошла акция «Сдай макулатуру. Спаси дерево». За три часа собрали около 10 тонн макулатуры. Сдача макулатуры была полезной привычкой еще в советские времена. Ведь в тот период в дефиците было практически все, кроме природных ресурсов. Но их с каждым годом становится все меньше. Возрождение таких добрых традиций, как сбор бумажной макулатуры, несомненно полезная практика, как для воспитания молодежи, так и для сохранения природных богатств. В рамках проекта «Ресурсосбережение» 11 ноября в Рязани прошла акция «Сдай макулатуру. Спаси дерево». Эта акция приурочена ко дню сохранения ресурсов. Также было подсчитано, что переработка одной тонны макулатуры приносит огромную пользу, позволяя сохранить 10 деревьев, сэкономить 20 тысяч литров запасов воды, получить тысячу киловатт электроэнергии и даже на 1700 килограммов уменьшить опасные для природной среды выбросы углекислого газа. Всего в Рязани действовало 5 площадок для сбора макулатуры. В акции приняли участие более 150 детских образовательных учреждений, организаций и предприятий города. За время акции было собрано более 10 тонн макулатуры. Говорят, что глаза — это зеркало души. От красивой поговорки к реальному определению характера человека по чертам лица, жестам, походке таким мастерством обладают уникальные люди-ученые-физигномисты. Например, по форме носа можно судить о духовной жизни человека. Длинный нос характеризует человека, обладающего большими творческими способностями, независимого, но у которого начисто отсутствуют деловые качества. Что еще можно рассказать о человеке, судя по его внешности, в следующем сюжете. Далеко не от каждого человека приятно услышать мнение о своей персоне, если только он не является специалистом весьма специфичной профессии. Сергей Дюпин, к примеру, в последние годы выбрал своим увлечением физиогномику. Все, что происходит в мозге, все процессы, они отражаются на лице. Это как здоровье, так и поведение человека в обществе, поведение в общем целом склонности к чему-либо. Быстрота и скорость жизни. Абсолютно разные параметры. Почти всех ведущих нашей телекомпании «Вживую» Сергей увидел впервые. У каждой из наших девчонок свой яркий и бойкий характер. Но ни одна не догадывалась, что это можно увидеть с одного лишь взгляда. О некоторых своих чертах коллеги даже не догадывались. К примеру, ведущей программы «Колейдоскоп» Ирины Ковалевой Сергей сообщил о том, что ей, по сути, присущи все качества, которыми должен обладать настоящий журналист. Это хороший педагогический навык, то есть это умение обучать, наставничать и так далее. Сильные, ну как бы так, волевые качества, это может относиться к тому, что вы всегда выбираете сложные пути. То есть если будет две дороги, одна простая, другая сложная, то вы пойдете по-любому по-сложней, потому что там и меньше конкурентов, и там интересно и так далее. Ведущая спортивной программы Наталья Новикова, по словам Сергея, девушка, уважающая личную свободу и предпочитающая держать даже близких людей на расстоянии. Зубы, допустим, верхние говорят в эмоциональности, эмоциональность, да, не умение сдерживать эмоции, то есть они захлёстывают иногда, переходят там еще во что-то. Да, смелость по жизни, также не любим ждать, бросалась раньше в крайности, сейчас научилась себя контролировать, ну, в меньшей степени, конечно, не так, как это надо, но да, сейчас уже работаю над собой, да, тут присутствует. В Алене Коколевой ведущий новостей программы о здоровье физиогномист увидел человека, предпочитающего все держать под своим контролем. Вы не сказал бы, что эгоист, то есть последним друзьям отдадите, сама без денег останетесь, но всегда друзьям отдадите, причем они могут этим и пользоваться сейчас, потому что не умеете отказать людям, это умение, вот неплохое должен быть, также вот сильное творческое начало у вас. С ведущей программы «Русская культура» Марины Комиссаровой Сергей уже знаком. С момента их последней встречи в жизни Марины произошли некоторые перемены, и Сергей это сразу заметил. Куда не делалось желание к переменам, еще к чему-то, и к нетерпению, вообще ждать ты так и не научилась, тебе нужно все быстрее и так далее, то есть все, да, все, да, в общество, да, продолжаешь развиваться, немножко посмелее стало, не знаю в чем. Хотя ты, конечно, не была трусишкой, ты не стала, что-то так вот… Нет, но есть в этом довестились. Вот такая интересная встреча с интересным человеком необычной профессии состоялась в одном из кафе в центре города. Я в восторге, мне очень понравилось, мне кажется, что все четко, и все очень про меня, я даже таких никогда не испытывала ощущений, что настолько все меня описывают, и настолько это все действительно совпадает. Что-то даже на места становится. Всегда нужно помнить о том, что даже самые незначительные изменения в жизни и даже в настроении отражаются на ваших лицах, и это могут заметить ваши друзья, коллеги и просто знакомые. Так что не забывайте улыбаться и делиться своим хорошим настроением с окружающими. На этом у меня все. Все новости смотрите на сайте город62.тв. Мы прощаемся с вами до понедельника. Хороших вам выходных! Цеха компании «Еломет» — лидера медицинского портативного приборостроения на рынке России — расположены в поселке Елатьма Рязанской области. Именно здесь создают физиотерапевтические аппараты. В этом научно-техническом центре силами завода был создан уникальный аппарат «Алмак». Современный отечественный аппарат, предназначенный для лечения таких заболеваний, как артрит, артроз, остеохондроз грудного и поясничного отдела позвоночника, травм опорно-двигательного аппарата. Магнитное поле воздействует на ткани организма таким образом, что там улучшаются обменные биохимические процессы. Магнитотерапия улучшает процессы микроциркуляции и кровообращения. В то же время улучшая вязкость крови, магнитотерапия в том числе оказывает такое оздоравливающее, восстанавливающее влияние на весь организм. Аппарат «Алмак-01» применяется в лечебно-профилактических учреждениях более 15 лет. Он обладает высокой результативностью за счет действия импульсного магнитного поля. В организме человека импульсы магнитного поля стимулируют циркуляцию кровотока, благодаря чему раскрываются мельчайшие кровеносные сосуды. В клетки вместе с кровью поступает гораздо больший объем питательных веществ, активизируется тканевое дыхание, обмен, скорость химических реакций. Таким образом магнитное поле воздействует на сосуды и ускоряет регенерацию тканей организма. Спешите купить «Алмак» по выгодной цене в ноябре в аптеках «Спрей», «Фарма», «Ригла» и других аптеках города. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok